Считала, что мы ходили ночью, слушали, слушали, как хлеба шумят. Поздний посет, нет хлебов. Оставайся до октября, послушали. А потом, у меня написано в книге о том, как ночью мы раньше выходили с детьми, стол было много, пи-и-и-и. Он кричит, совенок там, слушай, мать-то его нашла, где она его найдет-то? Он не будет кричать, он умрет. Почему овечки блеют и кричат? Они голова вниз, они грустные, а корова, отеленок и пищит ходит. Он рядом с мамкой, овечет ногу, толкает, и он еще утрог, она ходит, бе-е-е, и у него голос отражается. И он, родившись, они с матерью сразу знают, какая вибрация голоса. Она кричит, бе-бе-е, ему тысячу овечек никуда, он только на этот голос и тянет. А не потому, что она такая овса болтливая. Она кричит на той волне, на которой у него приемщик работает. А он сигналит, мамка здесь, мамка здесь, мамка здесь. А он тянется к нему. И когда ребятишкам так рассказываешь, им это интересно и понятно. Вот я пишу, как нужно уважать того, кто он по-носящему трудится. Вот смотрите как, вот скворечник. Ребенок смотрит, скворечник так. А вот видите, скворец прилетел. А вот скворечник не лезет. Почему? Там воробей занял. Но он не воробец, как называется, а скворечник. Он издалека прилетел. Воробей занял оборону. И он не может туда уйти. Но он выйдет, ему есть охота. А скворец сидит на ветке, поет. Только он оттуда. Вылетит скоро. Скворец сразу нырнул туда, прям сразу же нырнул туда. А теперь ждем, чтобы проверять, что он там надел в весь дом. А скворец-то у него там, а вы как набросан? А вот воробей любит своего ребенка. У него пушинки там, у него сверху перина, подушки. У него там все в пуху. И вот полетел пух. Он подушки, матрас, скворец выбрасывает. Почему ты захлопил эту комнату, когда можно по-простому? Никакого дивана не надо. Просто выдели одеяло, шинелку на полу спать. Скворец это вы. И я ему ребенку-то говорю, а он аж смется. И уже глазенки горят смотреть. Вот смотри, сейчас он, а это боевой скворец. Он еще шинелку бросил на нее, лег спать. И он ребятишкам готовит место. Ему надо скорее жениться сейчас. У него, видишь, он надежды нету. Сейчас он будет только квартиру мало-мало приберет. Ну, чтобы хоть на жилище похоже было. И он сейчас на ветку и будет кричать. Я один, я хороший, выходи за меня замуж. И вот как скворцы полетят, обязательно какая-то девушка одна отлетит. Так и есть, скворцы летят. И отстая отделяется одна. И он ей сразу на круг закрутился. Показывает, какой он сильный. Все. И пара будет образована. Вот ребенку здесь любовь к природе. Я его все время движаю к стене. А где мужчина у природы? На произведении Чайковского сказал однажды человек, один тоже музыкант. Он послушал рыдание у природы. Надо просто смотреть внимательно. Благодарить богу. Нет, я не вернусь. Закрыто. Закрыто. Подождем один день. А года будет другая. Надо научиться ждать, как Петузов говорил. Бородинского сражения не надо было. Не погибли бы там ни в Орпионе, этот, этот, Барклай, Детоле. Никто бы не погиб. Почему? Ждать, а не вымрут. И так получилось. Отсидеться, как он говорил. Отсидеться. А вот давай уже Берлин брать. Берлин нужно брать. Какого-то Сталин-то? Представь, в войну прошли солдаты. А Берлин так вооружили, это пауз патроны, черная смерть. Танк прожигает любой. Погубили-то 400, кажется, 70 тысяч, почти полмиллиона. Те, которые войну прошли. За ценой не постоим. За ценой не постоим. Ему только дома ждут. Трупами усеялись. Это надо. Больше оплачащих, чем Жуков, не было. Человек-ненавесник. Солдат не жалеть, бабы наружают новых. Это его лозунг. Да разве так можно? Это штрафбат, кажется, фильм есть. Немецкий генерал говорит, что это ужас какой. Почему они не жалеют своих солдат? Минные поля не разминируют, а штрафбат посылают. Кто подорвался, защиту свободы. Минные следующие подорвались. Кто еще подорвался. У нас много людей. А Солженицын поставил лозунг. Держание народа. И срежение пошел народ. Почему? Правители такие. Ну а дальше что? Теперь материнский капитал. За деньги никогда не любили. Рождали от любви. И деньги не помогают. Никто не хочет рожать. Красоту разворовали по разным территориям. По-зарубежам. Стране пришел конец. На остатки может еще сказать, что найдутся люди, обвеченные божественным харизмом. И двадцать по-зарубежам. Потом мне еще задавали такие вопросы. А какой самый большой грех? Придумали. Жарат, грехи, смерть, семь грехов. Самый большой грех не верит во Христа. Почему? 14 глава Евангелия Пиана. На Дух Святой предъявит обличить мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не верит меня, о правде. Какая правда самая большая? А та, что Иисус идет на небо. Это день Вознесения. И о суде. А какой суд? Дух Святой, что князь мира осужден. Не верь ни коммунистам, ни фашистам, никому. Князь мира осужден. А все эти они от него, из одного мешка. Вот три работы, которые проведет Дух Святой. О грехе, о правде и о суде. И вот теперь о грехе, какой бы грех ни был. Любой грех от того, что не верит во Христа. От того, дети не слушаются. От того, что не верят меня. От того, коррупция. Что? О грехе, что не верят меня. Поэтому нас они верят. А дальше вот эта вся нравственность придет к этим. Правда, правда одна. Правда одна, что Христос вознесся на небо. Это означает, что Он нас ждет обители приготовить. Он сказал где-то. Тебе эта правда недостаточна? Другой правды не надо. Я делаю все для того, чтобы люди об этом знали. Я это, людям с книгами. Рассказать им о Христе, что Он вознесся. И Он, как видели меня восходящего неба, таким образом увидит исходящего с небес. Первый глав, восьмой стих. Сидите, пока не обречетесь силой. Я судеб. Не причастен. Никакими играми, никакими вождями, никакими зюганами. Князь мира осужден. Сатана осужден. Он лишен силы. Евреям 2.14. Как дети причастны к плоти и крови. То есть мы, и Христос воскреснял Оно через Деву Марию. Да можно было умереть. Да быть смертью своей. Лишить силы имеющую державу смерти. То есть дьявол. То есть смерть и смерть поправ. Все. В этом все благовестие. Вот три момента, которые нужно знать. Что такое грех? Правда. Суд. И когда это рассудишь. Да что не назови суд. И все войдет в эти три. В эти три. Вот подошел Сатана. Первое. Камни сделай хлебами. Хорошо. Второе. Возьмел на крыло храма. Бросься вниз. Понесу. И третье. Поклонись мне, падше. Отдам весь мир. Вот Достоевский объясняет это. Он очень хорошо. Вот в этих трех искушениях. Все искушения мира заключены. И Христос отбил трижды. С той Библии написано. Я стал думать. Я понял. Здесь сила заложена какая-то. Есть фильм такой про Моисея. Когда Бог дает ему закон. Как он на горе. Пламя от Бога. Пламя. И вот так вокруг скалы. И по скале поплыло все. Буквы выжигаются. Выжигаются. Поплыло. Вот это что-то нечто. Такое. Чувствует Сатана. Он сказал. Да мало что написано. Он до бумаги все терпит. Он сразу попятился. Христос опять написано. А на людей это не до мало что написано. Почему Сатана так и сказал. То есть это люди зашли дальше Сатаны. Он знал сказанное Слово Божие непременно исполнится. Для того он его посылает. Чтобы оно и было не тщетным. Понимаете. По простоте надо рассуждать. Ничего не отвергать. Что не исследовал. А исследуя все. Ты увидишь, что надо учиться. Ты всю жизнь будешь учить. И в конце концерта. Ты врешь дураком. Но не таким уж, каким был. Я уже много узнал. По крайней мере, я узнал, что я узнал. Хотя бы это так бы я знать не знал. Хочешь быть умным, учись каждый день. А хочешь быть мудрым, выкидывай каждый день что-нибудь из головы. Ну делай сравнение. Мусор много там. Вот небольшой круг. Это наши знания. Вот эта сфера, где с неопознанным, бесконечным. Но знания расширяются. И соприкосновения с них только увеличиваются. Вот такое теперь. Но я теперь считаю по окружности. А вокруг-то все миллионы километров. Это наше образно сказать знание. Я что-то знал. Я узнал больше. Меня побудило тому исследовать, откуда такое. А опять изучая другое, я увидел, затем еще что-то кроется. Вот волосинка человека. А что исследовать? Увеличили в 30 крат. И увидели, что она неровная волосинка. А теперь увеличили в 1000 крат. И увидели, какая она скручена. И наконец увеличили ее в 300 тысяч крат. Электронный микроскоп. И совершенно не похоже на волосинку. И вот это исследование уговорили. Так, все. Готово, все? Да. Так. Стойте, все внимание. Я тебе... Я... Я тебе... Я тебе... Я тебе... Пошел, покойка. Ну, здесь. Ставите рядом. Пошел. 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 Горь. Я тебе... Так, Ваня, выходи. Что ты хотела сказать? Что ты хотела сказать? Ну и что дальше? Я хотела сказать, что я сегодня два раза бегал два раза. А зачем? Первый раз, потому что он постоянно мешал, а второй раз... Ну как он мешал? Он бегал вокруг келью и не совсем скинул. Так, пара, ты делали такое? Ну-ка выйди, я с тобой разговариваю. Так, было это, чтобы ты со всех сбрасывал кепки? Я кого не был, я только бегал. Он только бегал. Кому верить? Так, кто может подтвердить, что Тарасик сбрасывал кепки со всех? Ты сам видел? Да, он с меня подбежал и не скинул. Я на тебя не скинул. Я скинул, ты скинул. Я сам видел. А ты что-то ел, рот-то грязный такой. Я, Тихонович, это послучайность такое зашло. Это послучайность. Ну как, я не знаю, Тарасик. Два свидетеля, я не могу пренебрегать их. Игнатий, еще. Я лично видел уже. Можно сказать? А почему ты говоришь, не скинул? Нет, нет, нет. Я, Тихонович, нет. Не за кепку, не за кепку. Не за кепку. Уже не за кепку, другой случай уже. Да. Да. Именно. Ваня сел, взял на проходе в комнате отдыха. Раз ему туда заходить. Сел на стул. Этот что-то, видимо, выходил. И он ему подножку подставил, Ваня. А почему ты про это не тебе по порядку? Ты почему про это не рассказываешь? Ты это говорила, что ты два раза его обидел подножком. Два раза обидел. Понимаешь, это преступники всегда так говорят. Мне дали там 15 лет, ничего не говорит дальше. Это пишет когда. Никогда не отвечайте, кто из тюрьмы пишет. Не пишите, не рады будете. Бывает истинное раскаяние, его по письму видать. Ну, надо иметь опыт. Не отвечайте, когда письма из заключения идут. Советцы там они любые. Пощупать, еще вдову найти какую-нибудь. Все, дальше он плащет, а она бедная шьет. А мы теперь пачками с ней росы. Поплыла бабка. И это, он раз подножку поставил, а я-то увидел только другое. Потому что Тарас подошел и по голове ударил. Ваня, а зачем ты подножку подставил? Ты сегодня уже не первый раз наказываешь. Еще с тобой. Зачем подножку поставил? Два раза спрашиваю. За каждый раз, который ты не отвечаешь, будешь наказан. Третий раз спрашиваю. Зачем ты поставил подножку? Я знаю. Я знаю. Это постегновение на человека. Все. Держи. Ты должен быть наказан. По-другому никак, ты не понимаешь. Весь лагерь должен молиться. Давайте будем молиться. Только молиться. Никита, возьми и сделай. И не знаю. Ты не знаешь. Ты тут с ним. Ты тут и что? Нет. 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 Господи Бог, слава тебе. Прости расходы, как бы человеколюбие ты им. Дости, помилы, исправь детей. Полный, полный рост едет. Чтоб они боялись, Господи, тебя. Чтоб помнили, что за все отвечать придется перед лицом. Сестры, идет молитва. Какие могут быть разговоры вообще? Видите? Так, Ваня, вывез. Я тебя наказал. Я его наказал. За дело? За дело. Ты постигнула свободу человека. Если тебя не наказать, ты нехорошим человеком выручешь. Ты обижаешься на меня? Нет. По-другому никак нельзя. Так, еще какая обида была? Иди к умывальнику, там водой потри. Что еще было? Все нормально, видите как, просто. Заноза была, мы ее вытащили. Теперь поблагодарим Бога. Чтоб Бог дал терпение Ване. Чтоб он стал другим. Вот сегодня уже два раза. Первый раз я ему дал легкое наказание. Я не понимаю. Сатана сильно искушает. Иначе Иначе Иначе, ну а Тарас-то по голове его ударил. Что это, мимо что все должно пройти-то? Я не знал. Ну, конечно. Тарас, выйди. Ты его ударил по голове? А? А как ударил? Ну, ты меня ударь, чтобы я почувствовал. Супа. А ну, что ты там дожил? Да это не удар, так просто. По счету должен был делать. А тут в этот момент некогда не помолиться, ничего. Он по этому махнул рукой. Становись, не виновен. Виновен. А? Виновен, он устав нарушил. Он уже ударил. А он нарушил, но это не ударил. Иначе, он ударил. Он ударил. Он вас легко заделал. Он вас легко заделал. А что он должен был делать? Он должен был подойти к старшему, а он этого не сделал. В этот момент, когда поставили ножку, уже человек не помнит ничего. Это большое искушение для ребенка. Ну, это понятно. Понятно. Так, для его возраста, учитывая все тонкости, не виновен. А виновен, я должен наказать его. Ваня уже ответил за это. Это искушение подставлено. Ваня получил свое. Так, ничего больше нет? Нет. У тебя должны быть платочки. Показать платочек. О, молодцы мои. За стол. Ваня пошел, поторжи смотри. Вот он и Ваня пошел поторжи смотри. У тебя тоже вновь не тоже. Тем более, он уже слабее тебя. Вот смотри, с платочками какие-то. Смотрите. Все должны в платочки. Вот в двери, когда идут. С платочками. Мама знает, что так и должно быть. Иначе на голову не сядет. Господи, Господи. Мама, это мама. И у Николая комфорт. Разбегайтесь на команде, Николай. Так, садитесь и находите место. Мужчины, проходите. Проходите, если у Вас не мужчины. Вы можете со всеми вместе садиться, а можете... Смотрим. Избирайте, что будет. Вот так. Это я... Барморка. Не до глаз. Нет, у меня тут есть самые маленькие, как подкармливают. Ну, потому что ребятишки сладенькие бывают. Я охота, чтобы они подправили. Вот здесь у меня каждый день. Они мне помогают. Трем, а потом уже в общинстве. Так, все расположитесь. А, вон, куда народ-то перешел. Я вижу, что там маловато. Там другое. А они знают, что мы говорим, нет? Да. Узнаете у них? Говорят, да. Слышат? Да. Да. Так. Пока не подали еще. Сейчас мы разрешение получим. Никто ничего не берите, пока не благословите. В руки пока ничего не берите. Сейчас еще не благословились. Сейчас благословятся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ну-ка, давайте наш лозунг. Россия должна встать. Россия – это мы. Украина. Оп-ка. Ты украина? Добавляю, ты украина. Нет, подождите. Я видел, кто-то из взрослых руку не поднимал. А почему ты сидишь руку не поднимаешь? Вы в России живете. Снова повторим. Все должны поднять руку, как это делали. Но пасаран. Не пройдет так. Россия должна встать. Россия – это мы. У нас мальчик один не поднимает. Он говорит, почему? Он из Казахстана. Из Казахстана. И поэтому он должен кричать, Казахстан должен встать. Чтобы его не обвинили в национализме и прочем. Он домой поедет? А ролики выставлены? Его на границу всток? Ты кому желал встать? А ну ложись. У меня сколько? Четыре человека. Клиенты. Тарасик. Посмотри, как это делают. У вас есть тушки? Да. Так. Тарасик и Вика. Виктория. Давай. Ложечка. Смотри-ка. Мои пингвинщики это. О, держи. Держи. Так, объявляется меню. На первое – борщ. На второе – картофель-пюре с молотольными огурчиками и на подгарнировку и крако-бачки. И натерь, а теперь самый слабенький. Рыба. 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 Это рыба. Как она называется? По-моему, питары. Это то, что кто-то приезжал к нам. Это моё. Да? Сегодня это будет на столе эта рыба. Приготовлено. Ну и чай, компост. И пьяник, значит, на пьянике. Продолжение следует.